алиса стоп такая послушная привет друзья сегодня поговорим о том что такое умение говорить нет и как это может влиять на ваш кошелек на ваши финансы на ваш финансовый поток и вообще на улучшение качества вашей жизни потому что когда нам не нравится что происходит вокруг нас она продолжает происходить это создает напряжение в поле напряжения в вашем состоянии вы не можете над по итогу адекватно мыслить адекватно действовать это то что забирает нашу энергию когда нам не нравится то что происходит сейчас мы немножечко под соберемся и раскроем эту тему а я пока за своим туалетным столиком сейчас займусь уходом за кожей понедельник прекрасный день для того чтобы дать себе дополнительного ухода и у меня это будет процедура очищения такая двухэтапная двухшаговая я нанесу обновляющий выравнивающий пилинг для лица первым этапом и затем буду наносить второй этап покажу вам его потом это тоже будет процедура обновления кожи и сейчас мне пришла такая ассоциация что процедура очищения обновления пилинга удаления роговевших клеток кожи это очень сродни тому процессу которым сейчас мы будем с вами говорить в этом эфире сродни тому что убрать то что отшелушилась вот на материальном плане до у себя на коже учу почувствовать это увидеть это также как убрать в жизни то что вам тоже не нравится то что устарела то что вам не подходит вот мне не подходит что у меня есть там роговевшие клетки хоть это естественный процесс кожи но я могу его контролировать и регулировать с помощью этих процедур и вот я сейчас этот обновляющий выравнивающий пилинг наношу очень прям обильно на ватный диск можно наносить прямо руками мне просят сейчас в эфире удобнее и эстетичнее наносить конечно ватным диском я аккуратненько наношу на зона вокруг глаз тоже так не близко к ресницам не близко глазам но достаточно тоже захожу вот на зону под глазами которая тоже нуждается что нам дает еще обновление это уменьшение морщин друзья мои мне очень нравится когда мужчины заходят на эфир и я знаю что сейчас у мужчин тоже очень такой хороший тренд ухода за собой потому что как бы там ни было нас всегда всегда будут встречать по одежке потому как мы выглядим что мы из себя представляем и как мы одеты как одета наша кожа если это мужчина мы видим ухоженный лощеный это что вызывает сразу какое чувство вот какое чувство у вас вызывает когда вы видите женщин но таких просто больше что вы думаете какие у вас чувства когда вы видите ухоженного такого импозантного импонирующего до импо это не про импотенцию это им про импозантность мужчину вот что вы чувствуете какое чувство у вас к этому человеку которого вы видите перед собой пробуем света добавить мигает да не очень какие у вас чувства возникает мы дадим немножечко там 40 секунд обычно задержка по сети по проводам невидимым нашим вот и как видите я наношу и на кисти на руки наношу тоже этот пилинг немножко пару слов о нем скажу почему мне нравится локоточком я тоже добралась потому что он действительно обновляющий удаляет роговившие клешки и выравнивающие за счет того что он как бы знаете полирует поверхность кожи выравнивающий вы потом видите чувствуете что у вас кожа прям вот ровненькая гладенькая но я сегодня усилюсь и буду носить второй этап дальше покажу вам что это будет так ну что мы собрались и кто напишет какие чувства он испытывает к человеку мужчине который хорошо выглядит и видно что ухаживает за собой следит за собой за своей внешностью там либо выбрит гладко либо у него если бородка то она такая аккуратная не космы там торчат разбросанные во все стороны у меня лично это вызывает уважение уважение к этому человеку за то что он уважает меня он идет на встречу к людям вот в таком прибранном виде выйти неприбранным как бы к обеду к столу к людям это неуважение вот поэтому а мы сегодня тоже говорим про уважение и уважение к нам как личности как персоне и наше умение говорить нет как это влияет на то что ваш кошелек становится наполненным мне сейчас просто вот прямо сейчас я я сразу оговорюсь что вот эта связь того что вы здесь или здесь или тут сказали нет здесь есть нет прямой связи того что у вас становится больше денег это не прямая связь но это то что приведет вас к улучшению финансового состояния сто процентов я проверила это на себе я вижу это на других людях и мои многие подписчики мне об этом тоже пишут что юлиана благодаря вам у меня улучшилось то 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 как минимум улучшается самоощущение самоуважение самоуверенность и что дает нам успех жизни это уверенность в себе вот мы сейчас ее с вами здесь раскроем немножечко с такой неочевидной стороны смотрят сейчас с утра ко мне в друзья в контакте попросился молодой человек я прошла я всегда смотрю кто на меня просится подписываться я не не принимаю вот так всех подряд потому что у каждого свои предпочтения в жизни и они мне не подходят я свое поле стараюсь сохранять в чистоте даже в соцсетях и в своих подписчиков там во всех соцсетях я тоже сканирую и на своих каналах на в канале телеграм своем рабочим то же самое вот сегодня сидела с утра там тоже удаляла подписчиков у меня нет цели чтобы у меня было вот такое вот количество людей с непонятными убеждениями и проявлениями моя задача сохранять свое поле в чистоте кстати обратите тоже на это внимание и потому что все ваше поле она воздействует на вас она влияет на вас если даже вы этого не понимаете вот я вам сейчас об этом говорю и спасибо за сердечки друзья я понимаю что вы со мной в этом солидарные чистота вашего энергополя а зависит от всего это не только от людей которые вас окружают в живую но это поле которое вас окружает и в в пространстве и мне написал молодой человек я посмотрела о интересно интересно приятный симпатичный занимается массажем и я прочитала у него что меня лично зацепило просто массаж как бы но все понятно много таких просятся в друзья а здесь у парня он делает телесно ориентированная терапия я знаю что это такое я знаю как это работает я вот прошлой зимой длительное время несколько месяцев я ходила именно на терапию массажную по триггерным точкам и меня это привело к новым результатам жизни потому что триггер это те программы которые заложились нас еще там бог знает когда в каких-то негативных для нас ситуациях и они сейчас заблокировались в теле потому что когда-то мы их не вывели не проработали я благодаря вот такому триггерному точечному массажу триггер это точки которые на снова найти и слова сейчас такой триггерят это ты меня триггеришь ты меня ну это то что негативная ситуация из прошлого любая в любом возрасте это может это не только в детстве но залог всех программ он идет в детстве и потом даже если у вас более зрелом возрасте случается какая-то ситуация знаете что корни и и все равно вот здесь хоть вам уже и 40 50 лет вот и парень делает вот это и я пишу да рада принять вас друзья напишите где вы принимаете я хочу вам на телеску на телесно-ориентированную терапию это у меня сейчас как раз у меня я вчера целый день рыдала прорабатывала осознание приходили я сегодня большой пост написала об этом у себя на канале и здесь кстати в vk поэтому кому интересно посмотрите работа с собой это не всегда то что ой так радостно я с собой поработаю и вот ангелы полетели там вот бабочки в животе запорхали всего так вот розовенько да как этот халатик нет ребята работа собой это пипец какой стресс это капец какое вот это вот знакомство с собой который думаешь да и тишь твою налево ты что не видела вот этого вот там раньше этого в жизни не видела если могла бы то увидела и тогда бы все это решилось и урок был бы пройден тогда но я прохожу это сейчас поэтому это все разблокировки мои слезы это разблокировки тех ситуаций которые были у меня и которые я благодаря своим осознанием благодаря своим менторам учителя я их осознала для себя и через слезы через вот это вот все понимание глубины это все проходило и я думаю о мне как раз вот ко времени такая телесная терапия чтобы я из тела то есть смотрите я выгрузила из мозга много тем сегодня сейчас с вами захвачу потому что в потоке все говорю вам и я знаю что это кому-то точно нужно вот кому это отзывается поставьте плюсики то о чем я вообще сейчас говорю самопроработки самопознание работа с собой со своим подсознанием обнаружение тех программ которые вами сейчас руководят кому это понятно но отлично ирина куринова елена костина ольга парахина кому еще это отзывается кто будет записи смотреть тоже обязательно поставьте плюсики или пишите отзывается понимаю о чем вы говорите во первых это важно для вас вы своему мозгу говорить о я понимаю о чем она говорит я не зря ее слушаю она сейчас скажет для меня что-то еще важное я поработав с мозгами я не знаю где у меня в теле отложилась эта программа и мне важно я потому что все все равно пойду у меня есть мастер по телеске думаю но пойду к другому потому что смена рук это тоже смена это также как знаете как и мы вот из меняем уход за кожей сегодня одно завтра другое там добавляем еще что-то новенькие средства покупаем там компания новинки выпустила и так далее это тоже самое смена рук это тоже во благо и я пишу где вы принимаете он пишет сейчас это вот утром переписка почему родился этот эфир кому-то это нужно и что меня сейчас тоже побудила сказать нет я тоже сказала нет и я знаю к чему это меня дальше приведет потому что у меня уже есть опыт я им с вами сейчас делюсь и он пишет я принимаю на дому адрес такой-то на какую дату вас записать я читаю и сразу первая строка когда я читаю вот слушайте себя ваше тело вам друг ваше тело вам не враг она всегда вам дает сигналы и первая реакция которую вас возникает она всегда правильная для вас не для кого-то не для того кто вам потом советы какие-то будет давать для вас вы сейчас меня слушать и у вас тоже какая-то реакция вы можете в какой-то момент подумать о нет мне не подходит то что она говорит как бы но знаете вот у меня я стала отслеживать за собой у меня всегда начинает хмуриться брови что-то мне не нравится и у вас тоже есть какая-то вот такая реакция отслеживайте себя и определяйте вот что у вас в теле в мимике там начинает проявляться и если вам это не подходит и идите за этим чувством когда я прочитала эту срок строчку я принимаю на дому и такая не мне уже не нравится мне уже вот мне уже эмоция на лице вот такого не 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 мне не туда нет плохо пахнет я щас вам поясню почему я и и я почему мне неловко сказать нет неловко но у меня вот так что делать я сейчас но у меня очень быстро сейчас прошел этот ну что я уже натренировалась думаю я выбираю сейчас кого когда мы говорим нет мы выбираем себя вот запишите себе это пометьте что когда я кому-то говорю нет мне это неловко мне это неудобно я не хочу быть неудобной я хочу быть хорошей я не хочу нарушать там отношения и хочу показаться там какой-то него не уважающий там в общем мне важно остаться хорошей чтобы но кто смотрит мои эфиры мы с вами цепочку эту проходили не раз уже почему важно быть хорошим чтобы не выгнали из стаи чтобы я не умер с голоду страх смерти поэтому всем хочется быть хорошими чтобы вас не выгнали из того сообщества в котором вы находитесь где вы сейчас вот ну так коммуницируете я вот в сообществе была сейчас этим массажистом я уверена он прекрасный мастер однако меня не устраивает массаж на дому я уже ходила когда-то мне некомфортно вот вы как к этому относится вот я вам сейчас это рассказываю вы как к этому относитесь как вам такое предложение ходили ли вы бывали ли вы там прием на дому я прошла много приемов на дому когда очень многие стали заниматься сама продвижением там и ногти делали руки-ноги вот и массаж что еще делают на дому но в основном вот такие вот услуги оказывают и я так на таком я много где чего бывало в то время но мое сознание сейчас поменялось и я выбираю я сейчас хожу выбираю из либо салон либо это кабинет я вам недавно рассказывал как я ушла из кабинета который был тоже ну странный неподобающий для меня не подходящий и все сложилось так что я оттуда ушла и я тоже по сути сказала нет мне такой не подходит такое отношение ко мне не подходит со мной так нельзя я не пойду на прием кто ходил я выбираю салон пишет ирина куринова да я выбираю салон а ходили ли вы раньше вот но на дому какие-то услуги делали напишите что ходили что я вас по доходила до ирина пишет вот поэтому я отлавливаю свою реакцию считаю вот это думаю как мне ответить вот как мне ответить и неловко ответить нет а может пойти а может и ничего и я начинаю вот этот диалог с собой идти на компромисс в ущерб себе как как вы думаете вот если бы я пошла как бы я себя там чувствовала вот на протяжении всего этого там пока несколько дней там на какое время я к нему запишусь я себя вот так продолжаю чувствовать потом я к нему прихожу я все равно мне вот это внутреннее выражение на лице она будет сохраняться это уже формируется блок в теле подсознание и в теле ты опять передаешь себя и тело где-то сжимается это двойной всегда путь это психосоматика понимаете о чем я говорю то есть вы вот здесь принимаете решение в угоду кому-то они себе вы стали удобной в очередной раз ваша пацана этого она с ней так можно я буду подкидывать есть ситуации в которых она не выбирает себя еще и еще и где-то в теле закладывается там у вас потом болят плечи руки желчный пузырь там еще какие-то все проявления идут через тело все где мы придаем себя это все откладывается в теле вот бабки не ходи сходите к юлианне я это все проверил на себе и я знаю уже как это исцеляется потому что даже то как я выгляжу ребята в свои 60 лет я вам сто процентов гарантирую что эта работа с мозгами в том числе вы вот кто это понимает напишите я напишите что я понимаю что когда вы для чего мне вся вот эта вот работа для чего я ходила вот полгода там наверное я ходила на телесную терапию когда мне там давили и у меня там не столько болевых точек сейчас пойду кстати вот про диагностирую чего у меня там но их всегда полно потому что блоки ну сколько это нужно моментов вспомнить и разблокироваться это капец вот на лице в том числе вот и ирина куренова пишет я понимаю я понимаю я понимаю все в точку да мои хорошие сколько у меня на лице сколько я слез там я рыдала просто на взрыв вот такие пузырями сопли простите за подробности салфетки она мне только успевала подавать моя мастер но умница большая и она с пониманием вот этих вот процессов и мы с ней там какие-то моменты обсуждали я это там проговаривала у меня тогда еще не было знания метода легализации правды сейчас я прорабатываю больше вот через психику эти ноте с телом тоже буду работать пойду маленько боюсь почему от тяги потому что очень больно больно телу а представляете как больно подсознание потому что вот вся вот та боль которую мы проживали в каких-то ситуациях она же никуда не уходит та ситуация которая была у вас болезненно она никуда не девается ваше подсознание может ее затереть как бы забыть как бы как бы ключевое слово как бы но триггер в теле остался и он будет накручивать на себя и вот они здравствуй хроника хроники дня так вот эта ситуация с этим мастером я вижу на своей маме ирина куринова что и рачка вяжешь на своей маме как она лучше становится выглядеть потому что это идет разблокировка и разглаживание морщин но это просто ну чисто бьюти нам такой бонус да а самое то главное это состояние вообще всего тела организма состояние психики принятие этого мира принятие людей позволение им быть самими себями и себя в первую очередь быть самими себями не быть самой собой не предавать себя потому что столько этого было в жизни но не пересчитать а если уж там с детства копать то это вообще бесконечное миллионное количество раз в каждом вот таком вот малюсеньком событие жизни ой блин чай здесь вот так вот сказала что опять вот это вот согласилась и так далее и что я сделала в этой ситуации я до рассказываю вам эту историю массаж на дому как же мне написать как бы и человека не обидеть как говорится но и себя не предать я пишу вариант на дому мне не подходит честно честно по простому понятно и без ну как бы но не подходит окей не то что я чу это вы на дому принимаете мне там вот это вот начать там обвинения какие-то так далее нет у путь у других людей запишите себе запомните с другими все в порядке если это не подходит вам это не подходит вам у него все окей у него есть своя клиентура которых все устраивает я к этому не имею никакого отношения мое мнение здесь вообще не никаким образом да то есть нет не выстраивание выставляет претензии к другим людям говорим про себя мне не подходит просто зовут запишите себе потому что и на разуме да блин не знаю как ответить мне не подходит на дому и он отвечает парень вот все у нас вот сейчас утром переписка это про и завершилась он пишет вас понял как бы вас понял типа хорошего дня и вы доброжелательно расстались понимаете никто не в обиде никто себя не предал он остался при своем я осталась при своем нормально нормально сейчас еще вам пару истории приготовила ирина куринова пишет про маму дописала пишет нет не не в лучшую сторону все обиды и выходят каждый день повторяют одно и то же каждый день представляешь и вот триггер который находится в ней который ее вот триггерит вот эти все обиды и он раскручивается раскручивается увеличиваю как снежный ком это все накручивается и друзья вот что касается мамы мама имеет право проживает свою жизнь так как она считает нужным не лезьте ее учить вот сразу вам в тему я понимаю как хочется сделать хорошо маме я это тоже все проходила и мама свою вот как бы отношение к маме и с мамой в том числе я прорабатываю каждый раз каждый раз это все наши отношения с мамой и с папой сейчас у меня была большая проработка вот эти вот последние недели очень большая проработка была папы несмотря на то что мне кажется но я тоже все проработал я уже папу там приняла и так далее не рыдала на всю катушку с осознаниями с пониманиями того что там еще вот такой вот целый пласт был с папой и вижу это по своему состоянию даже кожи проработка про папу что касается мамы вот раз уж мы зацепили это ириночка спасибо дорогая что принимаешь и я пишу я говорю что нет нет не трогайте умоляю вас своих родителей не учите как как жить ирина пишет хорошо спасибо что принимаете это понимаете принимаете вот просто вы пришли мама вам вот как действовать в этой ситуации мы хотим сделать лучше своей маме сказать мама вот есть психосоматика есть там вот такие вот там какие-то способы и так далее не надо не надо не ставьте себя в иерархии выше мамы мамы папы бабушки они пришли в этот мир раньше и по иерархии вашего рода они по-любому стоят выше вас вы дитя встаньте на место ребенка и просто и как действовать до хочется лучше как действовать в этой ситуации маме важно просто про выговориться вы сами женщины вы понимаете стратегию женскую да у мужчин они будут себе они будут действовать женщины они проговаривая что-либо они сама исцеляются так часто бывает находят пути для того чтобы решить какие-то вопросы дам это почему мы подружкам ходим и разговариваем потому что мы в процессе разговора мы находим уже какое-то решение такое часто бывает не всегда но часто а маме важно сейчас просто выговориться ищет она там выход и не ищет она выход нас это не касается мои хорошие кивайте кивайте поддакивайтесь ну или если в ну вот поддакивать не всегда хочется потому что но мы не 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 совсем согласны что мама там говорит и о чем она сетует можно просто одну да можно так тоже думать да да так тоже можно думать окей просто кивайте просто молчит она выговориться и будет готова послушайте вас возможно так тоже может случиться не всегда мамы разные мамы прекрасные спасибо им что они есть что они живы что они сейчас с вами что вы можете к ней прийти обнять сказать мама спасибо скажите маме спасибо пришлите маме цветы купите ей тюльпаны и придите к ней просто там что она любит пироженку чай хороший все вам к маме в мамину сторону наверх больше ничего не нужно просто любовь к маме любовь и благодарность вы ей не учитель она прожила свою жизнь дольше чем вы вот это было еще одно и в какой-то момент маме тоже важно говорить нет я не не планировала об этом сейчас говорить как бы это прям целая одна большая тема взаимодействие с родственниками я вам рассказала вот пример сейчас про массажиста и хочу привести еще один пример который но это капец вообще как надо быть каким смелым чтобы это сделать и я вам об этом специально рассказываю чтобы вы понимали что так блин тоже можно что со мной блин так нельзя я не буду это употреблять то что вы мне тут подсовываете история аэропорт сочи мы летим в новосибирск вот на события компании где ксению мою признавали в статусе руби лидера я там до слез сидела в зале это моя дочь позже вот я мама я мама вот мы сейчас про маму только что говорили да мама радуется за вас покажите что маме вот порадоваться за своих детей хотя всякие эмоции бывает мама бывает уходят в зависть в ревность это тоже так бывает поэтому дифференцируйте смотрите как лучше маме подавать информацию может быть просто иной раз даже ну как бы прикинуться бедняжкой так тоже можно вот спасибо ириночка пишет поздравляю вас от души и я там тоже было дебютировала в ранге сапфировый бизнес-лидер прохожу вот поэтапно по всем рангам следующий будет руби лидер в свое время запланированное и мы летели в новосибирск аэропорт сочи там ночь или утро я уже не помню в общем темно и уже дело к посадке или что-то надо перекусить перед дорогой еще времени много покупаем там кофе и смотрю а там лежат макаронцы вот эти это безумно вкусные пироженки они стоят как как чугунный мост моем понимании вот за вот эту вот бирюльку бисюльку но они очень вкусные самые вкусные были когда мы там в бизнес-классе летели в прошлом году нас не накормили его сушите мы остались голодными вы нам хочешь как-то что-то и они нам дали макаронцы это были самые потрясающие макаронцы я смотрю лежат макаронс 170 рублей я беру кофе какой-то там пирожок с капустой у беру макарон себе и дайте мне еще 2 там для дочки я беру 2 макаронца 170 рублей в среднем они где-то 80 100 рублей вот так стоит но это аэропорт окей принимаю понимаю без проблем беру ксения мы садимся пьем кофе ксения начинает первое есть атака откусывает и я вижу вот это вот выражение лица которое я вам показывала самом начале типа чё за хрень она тоже ела те макаронцы которые были в бизнес-классе самолета я такая на нее смотрю я говорю чё нет не ну как бы невкусно я надеялась насладиться покупая вот это вот ну чё-то как-то не поняла я ну как-то не очень она не хотела меня обидеть потом я доела свой пирожок начинаю есть этот макарон с откусываю половину они же маленькие и откусываю игры это чё такое игре ему сколько лет макаронс это нежнейший такой кто ел макаронс напишите там я ела нравится как вот напишите кто ел кто пробовал макаронс то не пробовал очень рекомендую ну как минимум попробовать позвольте себе это немножко такой но на мой взгляд это немножко такая роскошь за малюсику как бы отдать там соточку вроде и немного но в то же время как бы не такой что прям вот каждый день бы я их ела вкуснота елена допишите батонова игры это что такое это есть невозможно это какое-то высохшее вот это вот изделие играл игры я не буду это есть гоша не ел да гоша рябченко не ел не про или . это что значит ели ли вы макаронс пробовали ли вы и я думаю я не хочу блин я меня обломали вот просто я чувствую себя лохом что мне подсунули какой-то просрочку я за нее заплатил какие-то бешеные деньги для ее этого стоимости и я не получаю то на что я рассчитывала минуточку сейчас мы как бы вот это разберем и я понимаю что я не готова это терпеть я говорю нет со мной так нельзя ведь я даже сейчас у меня такое возмущение я думаю вы кал за кого вы считаете людей вот год гоша рябченко пишет вкусно очень это должно быть очень вкусно и я что я делаю или нет я хочу чтобы не вернули деньги верните мне мои деньги я не буду это есть я иду туда а это ну прям рядышком вот мы сидим и вот там пять метров этот отдельчик девушка продавец я говорю девушка милая я понимаю что вы здесь ни при чем я совершенно спокойно я не скандальный человек но я свое вот знаете как говорится мягко но твердо я свое получу я вас сейчас вот этим заряжаю чтобы вас не пользовали вот это использование людей и я еще за это деньги плачу и мы сегодня с вами как раз говорим про то если говорить нет то как это влияет на ваш кошелек как минимум мне вернули деньги вернули я вам сразу говорю об этом я понимаю что вы здесь ни при чем но вот это есть невозможно а ксения не доела она не стал она даже но ангет но я не буду как бы она так отложила его но невозможно есть потому что благо они были не деревянные и мы не не поломали зубы простите спасибо да как татуха классно которая из них у меня их несколько это вы еще одно не видите она для близкого круга я иду говорю девушка вот так и так она сейчас я позвоню как бы ну администратор убитала позвоните я в пакетике в том же он только прозрачники и вот это вот и там два этих самых недоеденных макарун со этих она звонит я стою и кофе ну вы где сидите и вот мы там вот за столбом ангетик вам подойду если что ну как бы как не ответит я вам это сделаю и верочка привет дорогая тебе доброго дня я пока вам что-то сходила туда-сюда вернулась подходит эта девушка крик пойдемте прикладывайте карту все мне вернули деньги как я себя чувствую я ходила вот меня я даже сейчас выдохнула и расслабилась вспоминая это а представляете если бы я сидела вот это что меня на ямале там вот это вот меня все что-то подсунули я я говорю а где вы их берете ну она ведь ну и я не знаю тут сюда привозят тут вообще недавно работая ну понятно игры наверно где-то из какого-то кафе где они залежались вам сюда вот это вот поставляют как бы я горю знаете я недавно в кафе тоже там что-то покупала и мне девушка я и выбрал там какое-то там блюдо ангет не рекомендую я она вчерашние и это я вот этой вот текущей продавцу говорю когда я обычно так и делаю проводите лет я вообще не знала но их редко берут но они может и там уже высохли и умерли даже свежие может их и привезли но их никто не берет но это как бы дорого там либо пера два пирожка человек возьмет либо этот макаронс но мне вот захотелось наслаждение вот поэтому здесь я сказала нет со мной так нельзя лохи где-то вот это мимо вот и еще хочу момент такой косу такой бизнесовые тоже который касается работы вот именно моей в сетевом команда партнеры и так далее у нас есть проекты с больным наполнением как бы они бесплатные но туда войти можно за определенный объем заказа и и какие случаются ситуации хочется пролезть как бы через ад не кирильцо как говорил знаменитый райкин я не знаю сейчас мне кажется современное поколение даже не знает этого имени но это был величайший просто гениальный комик моей молодости прошлого века я же уже древние девушка сыночек привет мой дорогой вот и как хочется вот как бы я знаю что есть семьи в которых оформлены тому жена сын дочь сват взять и так далее так держу мысль сейчас прочитаем большой комментарий от елены так о чем я говорю о бизнесовом моменте давайте ну сейчас завершим чтобы нам завершить ту тему елена написал большой комментарий спасибо большое елена платона пишет у меня был такой момент как-то меня угощали коктейлем бехеровка и вот не недавно я решила заказать себе в другом городе принесли пародию я говорю попробовала и и выглядела иначе мне ответ у нас такая подача расстроилась но как бы я не смогла сказать что верните деньги я так делала уже почему я вам вот елен и у вас вот этот триггер это триггерная ситуация у вас этот триггер останется на всю жизнь если вы его не проработаете и возможно в какой-то момент где ну там другом кафе вы скажете что нет мне это не подходит это не то блюдо я так делала и не раз уже мне заменяли блюдо мне возвращали деньги за это блюдо не в нам приносили комплимент вот это буквально недавно я даже уже не помню это бесчетное количество раз бесчетное уже потому что я так не позволяю позволяю с собой поступать а сейчас смотрите мы же много ходим у нас очень много тату просят показать я не показываю я сказала что это для для близкого круга не для вас вы не входите в близкий круг поэтому когда я сейчас в какой-то ситуации я понимаю что нет мне это не подходит я это говорю почему я вам об этом говорю вообще столько времени уже мы с вами в эфире я хочу чтобы люди были здоровыми у меня вот такая миссия возможно вам никто больше об этом не скажет вы слышали от кого-нибудь еще кроме меня вот то о чем я сейчас говорю слышали плюс-минус напишите если слышали то вы уже возможно развивайтесь в этом направлении в самоуважение если нет то напишите что от вас юлиана потому что мне очень многие пишут что юлиана как бы благодаря вам вот сегодня был такой комментарий я у себя на канале разместила в telegram благодаря вам узнала что только можно вот только пара не пишет да только от вас юлиана ирина куринова плюсики плюсики то есть конечно эта тема такая самоуважение самопризнание не предавание себя это сейчас слава богу везде потому что я тоже же этому откуда-то учусь очень редко таким делятся откровенно вера пишет впервые от вас услышала и потом еще услышала вот поэтому смотрите информацию если вы чувствуете что вас постоянно где-то наем его ют вы чувствуете себя лохом вы чувствуете что вас поимели и но вы не знаете как это ищите информацию то еще тот всегда найдет да благодарю то есть от вас услышала мариночка землянская хочу увидеть твою татуировку но можете о и куи ms выходить с эфира потому что а или эта девушка не знаю но там по аватарке мне непонятно и в завершении эфира я вам а бизнес пример потому что мы все с кем-то сотрудничаем мы все как бы у нас есть там наставники в жизни вы в качестве партнера или наоборот вы для кого-то наставники у вас есть партнеры это важный тоже момент еще знаете что я вернусь сейчас и когда бизнеса не дойду по поводу того что принимают на дому вот смотрите вот кмс вот я хочу увидеть твою татуировку я хочу дам не насрать на что ты хочешь я тебе говорю прямым текстом специально резким словом специально понимаешь это как бы послать тебя прямым путем вот туда куда ты просишься потому что это хамство на эфире на котором мы говорим про другое любая тема может быть а я хочу не на всрать на всех на вас кто здесь в эфире я хочу увидеть твою татуировку так а мне на тебя положить большим этим поэтому можно с эфира выходить а точнее я сейчас человека добавляю в черный список окей а мы идем дальше я вернусь сейчас чуть-чуть сделаю петлю обратной связи к своему первому примеру про массаж на дому а я сейчас вспомнила о том что я свой офис тоже какое-то время у меня был офис на дому да окей что это еще такое что такое массаж на дому и то о чем я говорила тоже вам раньше в других эфирах что я сейчас в тотальной честности во всяком случае я стараюсь это делать и все свои услуги и все там свои то что у меня покупают кроме того что мне компания сибирин беллнес выплачивает вознаграждение на счет банковский у меня есть еще дополнительный доход мы проводим обучающие проекты это деньги мы их проводим сейчас через платежный терминал я подключила ксения подключила платежный терминал я продаю картины они у меня все идут через платежный терминал даже если люди мне ну по незнанию там поторопились такое бывает они перевели мне деньги за картину на счет просто на карточку я эти деньги беру с карточки и отправляю на этот платежный терминал понимаете то есть это вот тотальная честность у меня квартира там в аренде я это тоже провожу оплату через терминал то есть я иду вот в такую честность и я понимаю что когда услуги на дому никто не проводит деньги через какой-либо терминал а я иду сама в честность и я как бы хочу чтобы вокруг меня эта честность была тоже понимаете поэтому я не иду сейчас в салоны где платят либо наличкой либо переводом недавно вот мы были вот буквально в субботу мы были два дня назад в кафе поехали в абрау дюрсо здесь очень красивое место в нашем краю и о нам понравился прошлый раз там ресторан там я не помню чтобы там прошлый раз были какие-то заморочки по оплате и мы спокойно пошли туда девушка приняла у нас меню мы пока долго сидели выбирали уже представляли как мы это будем есть она приняла у нас заказ и говорит оплата у нас переводом или наличными и у нас насчет смысле ксения говорит а что какие-то проблемы как бы ну со связью а где-то как бы она год но мы попробуем провести по терминалу хорошо ну то есть терминал есть а люди что они делают это избегание налогов не проводить деньги по терминалу избегание налогов я это не приветствую я это не поддерживаю я плачу налоги и в итоге это еще один вам пример чтобы не обязаны выполнять требования тех кто вас обслуживает потому что у меня во первых я оплачивая с карты у меня проходит оплата кэшбэк а сумма то прилично мы там морепродукты заказали приличная сумма заказа была извините минуточку это анекдот такой но про минуточку и мы остались мы поели мы решили что но на крайняк мы переведем потому что мы голодны мы уже ждем может сделали заказ мужа вот хотим вот это все съесть там такие изыски прямо кто будет в абрау дюрсо очень рекомендую там на главной дороге на входе так вот слева ресторан виноград рекомендую но я вот сейчас еще заблокирую вот мы остались и в итоге потом мы говорим нам оплата давайте попробуем терминал вот такие белые такие овцы такие сидим думаю все равно по терминалу стараюсь агита спуститесь вниз это был второй этаж и лишь сходи и лёша сходил прекрасно все проплатил по терминалу все работает связь работает понимаете все работает так вот про бизнес все таки завершу а сейчас давайте потому что мы завершаем а я завершаю свою процедуру бьюти я первым этапом кто позже присоединился я нанесла сейчас у меня на лице уже работает уже там 40 минут обновляющий выравнивающий пилинг для лица и я поверх него прежде чем сейчас все пойду смывать я наношу сейчас полирующий эксфолиант для лица то есть я как бы усилю вот это действие обновления и я вам скажу что на ментальном плане вот все что мы сейчас с вами говорим и эта процедура если кто-то вместе со мной сейчас делает процедуру обновления или будет смотреть этот эфир либо во время эфира поставьте на паузу кто в записи будет смотреть поставьте на паузу возьмите какой-то пилинг возможно вот такой же у вас уже тоже есть вообще кто искал кто из морякой кто искал замену микродерми это она только цена в 10 раз меньше это полирующий эксфолиант для лица и мы сейчас с вами вот что я делаю для себя все что я сейчас выгрузила вот как бы вовне из себя и своей психики на материальном плане на теле я сейчас это удалять буду со своей кожи понимаете вот знаете как есть выражение кожи чувствую там спинным мозгом чувствую там ну сердцем чувство понятно но вот это вот чувствую и мы вот эту чувствительность свою и телесную и тактильную мы ее повышаем благодаря работе с телом вот это сейчас тоже работа с телом друзья светлана греца пишет очень важная тема юлиана обожаю вас очень разносторонние темы да светланочка спасибо дорогая поэтому я сейчас нанесу вот это эксфолиант и потом пойду смывать и вместе с эксфолиантом я смою вот эти все свои надо его наносить на влажную кожу вот он тоже вот такой видите густой и он кремообразный даже более кремовый чем микродерма поэтому я возьму тоник я чтобы не мочить кожу чтобы он вот так скользил это приятный такой растительный запах я наношу очень легкими движениями и оставлю его буквально там на несколько минут потому что у меня кожа но уже достаточно тонкая и но я не скраблю вот так вот сильно и у кого кожа тонкая более сухая тоже рекомендую делать это вот просто нанесли и потом когда вы смываете там уже автоматически пойдет отшелушивание роговевших клеточек поэтому делаю очень 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 легко просто наношу оставляю там поработают компоненты вот этого скраба это скрабики очень очень мелкие частички ведь их прям не видно она такое кремообразная пареночка сейчас прочитаю твой комментарий по влажной коже распределю и договорю вам бизнесовую тему это второе средство второй шаг который я вам обещала показать 1 я нанесла обновляющий выравнивающий пилинг он жиденький вот такой вот там водичка а это уже идет вот такой пилинг вот такой распределяю его вот сюда на ушки за ушки нанесли шикарнейший пилинг пишет марина землянская кожа после него бархатная в тысячу раз лучше мк я влюбилась в него пишет марин землянская ирина куринова благодарю вас за бьюти процедуры шки вот и на шейку тоже немножко сейчас и быстренько нанесу мои хорошие секунду терпения так вот в бизнесе когда люди зарегистрировали там себя своих близких и так далее и вход в проекты у нас больное наполнение то о чем я выше вам сказала то есть бесплатное участие но вам важно сделать заказ тот который вам нужно вы заказываете свою продукцию светлана греца пишет до знакомства с вами с ушками вообще не работало а надо обязательно надо давайте сейчас я еще раз тогда отвлекал очку проведу раз пошла тема с про ушки это важно друзья вот если вы посмотрите на людей возраста там ну скорее уже 50 плюс это будет видно отчетливо если смотреть на людей в профиль немножко beauty сделаем вкладку эфира посмотрите в профиль то вот здесь вы увидите вот такие горизонтальные морщинки потому что идет гравитация личико сползает и здесь образуются вот такие морщинки которые при взгляде на человека в профиль очень сильно подчеркивает возраст вот сколько вообще с годиков напишите в эфире и посмотрите быстренько посмотрите на себя куда-то в зеркало вот в профиль у меня специально у меня трильяж дома сейчас я сижу перед трильяжем вот такой у меня трильяж вся моя там косметика вот это все стоит красота все под рукой все очень эргономично мне удобно 55 ирина куренова пишет кому сколько лет напишите и я вам скажу скажу сколько тебе лет я скажу что тебе делать до 57 мои куколки девочки 45 верочка тебе 45 уже господи как молодым и были до когда мы познакомились не 30 годиков не на старком а елена костина 46 44 елена платонова 44 у меня норм супер ольга парахина 49 вот смотрите 44 вот здесь еще норм реально там должно быть норм если вы ухаживаете за собой там делаете используете средства для лифтинга и так далее должно быть норм 46 я вообще была красотка вот я это увидела сейчас я вам скажу я посмотрела увидела свою однокурсницу одногодку она сидела в профиль чудом и общались разговаривали так смотрю и я вижу вот эти вот морщинки нам было где-то около 50 сейчас мне 60 и я смотрю вижу эти морщинки и мне такая прихожу домой прихожу домой смотреть свой профиль понимаю что а еще очень даже хорошо но я я вы знаете что я активно за собой ухаживаю уже давно руки и я начинаю с того момента очень активно ухаживать за вот этой вот зоны филеры туда все там маски вот это вот все думаю так потом я стала смотреть и увидела на взрослых людях прям уши большие с возрастом увеличивается нос уши ой низкий заряд заканчиваем телефон у меня главный этот дозировщик так на руки тоже скрабик обязательно буду смывать локти обязательно тоже еще проработаю напомню кто присоединился вот эти два синеньких пилинг для лица и эксфолиант скраб по сути верочка пишет а еще а сейчас еще свежее стала да ну супер еще свежее чем раньше я соглашусь потому что у меня прямо-то за эти два года в сайбери ангел нас у меня просто какая-то свежесть лица необыкновенная образовалась плюс у меня знаете что возможно вы тоже заметили у меня уменьшился такой отек лица я даже не знала что он у меня есть но когда я стала использовать там бионетику всю линейку экспиральта все ампульные концентраты я смотрю думаю я ксении гаисуша у меня как-то вот 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 это вот раньше как-то ну вот так вот было прям кругленько а сейчас прям какое-то подтянутое лицо и я понимаю что какая-то припухлость лица сошла вот это там но много и маски и вот это все все средства поэтому и свежее я соглашаюсь с вами абсолютно объективно так вот будем говорить про бизнес ситуацию или уже завершим как скажете как скажете потому что уже мы с вами 50 минуточек разговариваем будем да но давайте коротенько чтобы вам было понятно как вам дальше в дальнейшем тоже коммуницировать и не быть плохим партнером по жизни окей значит еще раз вводная у нас проекты бесплатные с наполнением по баллам я говорю это потому что здесь много моих партнеров они знают что это вы можете войти в проект и есть в одной семье есть там несколько контрактов на которые кто-то делает со своими там люди выбирают сюда вот такой вот заказ дел здесь такой сделать пожалуйста ради бога но на проект хочет попасть например основной держатель контракта глава семьи и пишет а можно я пришлю там заказ вот это заказ моего мужа или там сына или брата или свата и буду участвовать в этом проекте нет ответ нет вот это слово нет сегодня слова нашего эфира волшебное слово нет есть волшебное слово да есть волшебное слово нет либо здесь тоже можно ответить и да да но по своему контракту по своему заказу не заказу там взять а свата брата сердечки летят я понимаю что понимаете о чем это я где вы меня хотите наимать понимаете не надо меня считать дурой лохом и еще кем-то нет я с собой так поступать не позволяю понимаете как звучит что верочка про что ты имеешь ввиду я много чё сказал что тут тебе понравилось как звучит поэтому даже то что вы сейчас почему-то я об этом подумала когда вы пишете комментарии когда вы взаимодействуете непосредственно на прямом эфире когда вы пишете комментарии если вы смотрите в записи вы коммуницируете вы даете обратную связь вы подписываетесь на человека на канал увеличиваете количество подписчиков тем самым как бы продвигая его для других людей продвигая его в той сети в которой вы смотрите на ю тубе или вконтакте там одноклассники на канале и так далее советуйте посмотреть например этот эфир кому-то из своего окружения ты посмотри там знаешь там много мудрого слова нет звучит да как звучит нет нет или мягко нет я не буду это есть в этом блюде в этом напитки да кто девочки писали выше напиток не тот я не видит это другая рецептура вот а дмитрий сексуальные понимаешь с какими-то усами с какой-то мордой такой страшный пишет мне привет бабка мяти видите как на на вот эту вкусную энергию которыми сейчас там говорим приходят люди которым интересно те как бы интересно вот это поле само вкусное но надо кинуть говнеца какой-то вот такой вот негативной низкочастотной энергии хапнуть себе куска энергии но это не здесь это не на этом эфире хрен вы от меня хапните здесь специально говорю утрированно да мои подписчики я знаю что это понимают я могу я девушка интеллигентная и послать я тоже могу очень интеллигентно иной раз человек сразу даже не поймет что вы послали но под но будет неприятно вот вот видишь хватит молодиться одной ногой же там говорит дмитрий сексуальные а фотографии аватарка если вам ребята видно там просто бармалей и называет себя сексуальные понимаете очень хочется проявиться это непризнанная часть себя он себя не считает сексуально это уже тема другого эфира а мы с вами сегодня говорили про то как сказать нет и за счет этого больше себя чувствовать уверенным на уверенность приходят деньги и ваше общее финансовое состояние ваш кошелек пополняется когда вы принимаете себя принимаете свое право сказать нет принимаете право сказать нет мне это не подходит как вам ребята вообще как вы вот сейчас себя чувствуете принимаете ли вы вот этот мой посыл который я вам дала очень щедро прям вот со всеми подробностями ольга парахи напишет благодарю каждый раз что-то новое для меня и я согласна потому что пласт за пластом вы себя прокачиваете вы знаете как мы мышцы накачиваем вот эту силу уверенность в себе ее нужно прокачивать постоянно потому что типа вот таких вот дмитриев сексуальных они всегда будут приходить и проверять вас на то а как вы сейчас не сдаете ли вы свои позиции а больше никому да нет нет ник никому больше написать вот ирина куринова благодарю за прекрасный эфир принимаете вот такую стратегию для себя сможете ли вы в следующий раз отстоять свое право не предавать себя сказать нет мягко но твердо как вы думаете получится ли у вас это да нет давайте да нет елена костина пишет всегда что-то ваша откладывается для меня обожаю вас в мои солнышки марина пишет я принимаю ирина куринова пишет я стараюсь классная фраза со мной так нельзя нет со мной так нельзя мягко и это же понимаете как это и в отношениях с детьми в отношениях с мужем с мамой с папой да мамочка я тебя понимаю я тебя попрошу что вот так мне пожалуйста больше не говори я я не я мне это неприятно вы любому человеку так можете сказать мне так неприятно сынок мне так неприятно вот ими сейчас это сказал мне неприятно а мне еще нравится со мной можно только по-доброму у всех свое понимание доброго не на не на старкова со мной можно только по-доброму нет вы да у людей разное понятие подобного такая по-доброму я тебе из добрых побуждений сказал вот эту критику очень по-доброму да буду применять елена платона пишет все здорово спасибо за ваши сердечки я вам тоже теперь у нас ввк есть вот этот чудесный сердечко вы потом лайка вы не забудьте поставить лайк под этим эфиром кто будет смотреть в записи на youtube обязательно выложу и конечно подписывайтесь на мои каналы во всех соцсетях и получайте оттуда еще больше еще вот такие фейерверки будут для вас